Уже не первый год жильцы второго подъезда в одном из домов микрорайона Восточный борются со зловонной проблемой. Причина соседка, которая устроила в своей квартире настоящую свалку. Безболезно. Вот так, как и сейчас, никто не открывает. Раз вот повезло, дверь была открыта и все. Был участковый, была управляющая компания. При мне открывали там горы мусора. Я туда не заглядывала, но вот отсюда мне видно было, что горы мусора и сверху кот плакал. Запах вообще убивает все. Мухи даже у нас летают. Как-то пытались решить вопрос? Ну, пытались, звонили. Периодически помогает, убирается, а потом опять запускает. А вы знаете, кто живет в этой квартире? Нет. Женщина живет. Как говорят другие соседи, им еще хуже запах из нехорошей квартиры проникает в их жилье. Из-за этого Хохловым даже пришлось временно съехать. Вообще, эта проблема была очень много лет. Но она как бы не была настолько, как сейчас, последние полгода. Очень сильно запах, вонищик невозможно. Но люди говорят, что раньше жила тут бабушка с собачкой. Но собачки я не слышала через стенку. То есть только запах. Запах сумасшедший. Сотрудники управляющей компании также неоднократно пытались связаться с собственницей квартиры, которая стала причиной многочисленных жалоб. Звонили по телефону, стучали в дверь. Но поговорить с женщиной им так и не удалось. Управляющие компании произведены обследования подъезда и выявили, что запах неприятный поступает из квартиры 59. При визуальном осмотре выявлено захламление квартиры. Информация о ненадлежащем санитарно-эпидемиологическом требовании эксплуатации жилфон о квартире помещения передана в МВД. Также жители могут самостоятельно обратиться в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Коммунальщики и сами написали заявление в полицию, чтобы правоохранителям помогли им и обязали жильца ликвидировать свалку в квартире. Но участковому дверь тоже никто не открыл. В полицию поступило сообщение от представителя управляющей компании о том, что один из жильцов дома нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Материал проверки по подведомственности направлен в Роспотребнадзор для возбуждения административного производства по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилого помещения. В Роспотребнадзоре подтвердили обращение, но рассказали нам санитарные врачи. Это дело они сразу передали в администрацию города. Обращение было рассмотрено. В обращении ОМФД указывало, что это является собственность муниципальная квартира. Что касается наших полномочий, мы можем посещать жилые помещения только с заявления и согласия граждан. Они к нам обращаются и мы ходим, посещаем жилые помещения. К сожалению, прийти и проверить это жилое помещение у нас нет таких полномочий. Неужели и соседи, и правоохранители, и надзорные ведомства бессильны, и никто не сможет заставить женщину навести порядок в квартире, чтобы запах и насекомые перестали отравлять людям жизнь? Адвокат советует собственникам из этого подъезда объединиться и обратиться с заявлением в государственную жилищную инспекцию, которая обязана по обращению жильцов провести проверку. От ее итогов зависят дальнейшие действия инспекторов. В случае выявления нарушения права использования жилого помещения, выдать предписание, обязательное для исполнения, а также при наличии оснований, возбудить административное дело и привлечь лицо к административной ответственности. При невыполнении предписания в установленный срок, государственная жилищная инспекция, ее должностные лица, обязаны обратиться в суд с заявлением о понуждении выполнения требования предписания. Если суд согласится, что в квартире нарушены санитарные нормы, жильца принудительно обяжут устранить свалку и ликвидировать источник ужасного запаха, а еще выплатить соседям компенсацию за нанесенный моральный вред. Мария Буахуа, Антон Берестянский, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».